В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Андрей Михно, начальник управления транспорта администрации Рязани. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Викторович, начнем с приятной новости. Проезд в общественном транспорте у нас подешевел на 4 рубля. Расскажите, для кого действует эта акция, как долго она продлится? Данная акция устроена у нас по инициативе платежной системы «Мир» при поддержке администрации города Рязани и оператора автоматизированной системы оплаты проезда. Акция данная продлится до конца текущего года. Любой пассажир, имеющий банковскую карту с платежной системой «Мир» может оплатить проезд в любом транспортном средстве нашего города, независимо от того, коммерческий это маршрут или муниципальный, и получить скидку в 4 рубля. Еще одна приятная новость. Нашли перевозчика для маршрута 91М2. Зарешение, насколько я понимаю, у него временное. Сколько машин вышли сейчас на маршрут? Все верно. Выдано временное свидетельство на 180 дней. В настоящий момент работает 26 автобусов малого класса. Открытый конкурс будет по этому маршруту проведен до конца текущего года. То есть перебоев в работе маршрута номер 91 не будет. Какова судьба 31 маршрута? 31 маршрут у нас закрыт в связи с тем, что он на 90% дублировался автобусным маршрутом номер 47. Ну и из-за того, что закончились временные свидетельства на обслуживание 31 маршрута, как одна из причин. Вторая – это то, что он обслуживался автобусами малого класса, тоже в районе 26 единиц. Автобусы были не совсем новые. И появилась мысль заменить их на автобусы средней вместимости. И основной плюс этих автобусов в том, что они абсолютно новые и предназначены для перевозки людей с ограниченными возможностями. Это временное решение или так будет всегда? Решение постоянное. Никакой маршрут. То есть как мы продлили 47 маршрут, так он и будет ездить, пока не закончится у него свидетельство. Свидетельство у него до 2022 года. Жители часто жалуются на перебои с транспортом в поселке Ворошиловка. Особенно, наверное, тяжело пенсионерам, которые пользуются льготами. Как планируется решить проблему? Что касается поселка Ворошиловка, хотелось бы отметить, что до сентября месяца три маршрута обслуживали поселок Ворошиловка. Это один коммерческий номер 80 и два муниципальных номер 24 и 21. На муниципальных маршрутах работало по одному автобусу. На 80 маршруте было выдано 18 карт маршрута, но столько техники там никогда не бывало. В связи с тем, что маршрут не самый востребованный. Я бы даже сказал убыточный. В настоящий момент проводим обследование пассажиропотока по временным отрезкам в течение дня и по дням недели в течение недели. В ближайшее время будет принято конкретное решение по утверждению расписания, но забегая наперед, хотелось бы сказать, что вместо двух автобусов на двух маршрутах общее количество будет пять. То есть также останется 21 маршрут одна единица, 24 маршрут будет увеличен до четырех единиц. Если раньше интервал был час между автобусами, мы его сократим в четыре раза, то есть до 15-20 минут. Многие жители города предпочитают платить в транспорте не наличными, а транспортными картами. Планируется ли увеличить количество точек, где их можно пополнить? Хотелось бы отметить, что в настоящий момент уже в городе действует порядка 1200 точек пополнения транспортных карт. В таких популярных для всех местах, как отделение Сбербанка, Почта России, Роспечать и КВЦ, где происходит оплата всех коммунальных платежей. Планируется открытие еще двух дополнительных пунктов в нашем поселке Солоча. Хотелось бы затронуть тему общественного транспорта. Город недавно получил новые автобусы МАЗ-206 и ПАЗ, и они уже вышли на маршруты. Как выбирались для них маршруты? Во-первых, самые напряженные в плане комфортности и обеспечения пассажиров, то есть транспортной доступностью. Везде, где работало, приведу пример, 17 маршрут, работало 9 единиц транспорта, сейчас 15. То есть везде, где самый большой пассажиропоток и больше всего было жало пассажиров на некачественное оказание транспортной услуги, небезопасную, везде произошло насыщение транспортом, везде интервал движения сокращается, и высвободившаяся техника большого и особо большого класса, также она не стоит на месте, перераспределяется на такие маршруты, как 20, 16, 6 и 4. То есть, в принципе, каждый пассажир, пользующийся муниципальным транспортом, я думаю, уже заметил, что на каждом маршруте интервалы движения сократились минимум вдвое. В этом году еще планируется закупать новые автобусы или троллейбусы? Да, в этом году мы ждем 78 троллейбусов из города Москва. Ремонтная база уже готова их встретить для обслуживания. Также набираем водителей и кондукторов, чтобы увеличить выпуск транспортных средств, осуществляемым МОПУРТ. Теперь в городе у нас одно муниципальное транспортное предприятие, это управление Рязанского троллейбуса. Оно осуществляет и троллейбусные, и автобусные перевозки. После ликвидации автоколона 1310, какие меры были приняты, чтобы пассажиры не ощутили нехватку транспорта? Мы немножко заранее начали готовиться к данной ситуации, и пассажиры, может быть, не заметили, но хотелось бы отметить, что со 2 сентября уже управление Рязанского троллейбуса осуществляет перевозки по всем маршрутам, ранее закрепленными за автоколонной 1310. То есть, по факту, уже полтора месяца УРТ обслуживает данные маршруты, и пассажиры в настоящий момент могут заметить только позитивные изменения, опять же повторюсь, в том, что интервал движения на всех маршрутах, которые обслуживает УРТ, сокращается минимум вдвое. В соцсетях, тем не менее, периодически появляются посты о том, что якобы сотрудников бывшей автоколона 1310 увольняют. Вот как на самом деле обстоят дела? На самом деле, в администрации города проведена колоссальная работа по сохранению рабочих мест. Две трети коллектива были переведены с автоколонной 1310 в управление Рязанского троллейбуса. Данная работа будет продолжаться, потому что мы, ну, как никто, заинтересованы в сохранении профессиональных кадров, которыми и славилась автоколонная 1310. Сейчас на городских маршрутах становится все больше автобусов средней вместимости. В дальнейшем они заменят маршрутные такси? Обязательно заменят. Не все, потому что там, где уличная дорожная сеть не позволяет проехать автобусом среднего класса, останутся автобусы малого класса. И это мы видим уже результат поэтапной работы администрации города за предыдущие года. Да, и, то есть, финалом данной модернизации будет 1 января 2020 года, когда порядка 70% всех маршрутов в городе заменят транспортные средства малого класса на транспортные средства среднего класса, предназначенных для перевозки людей с ограниченными возможностями и с вместимостью от 50 до 70 человек. Ну и соответствующие требования к перевозчикам потребуются. Безусловно. Те перевозчики, которые будут стараться улучшить качество оказываемой услуги, будут те перевозчики, кто готов работать для пассажиров, для их безопасной и комфортной перевозки. А главный вопрос, который волнует жителей, не будет ли повышаться цена за проезд, потому что буквально недавно мы увидели экономически обоснованные тарифы и узнали, что они намного выше, чем цена, которую мы платим за поездку. Все верно. Существует понятие экономически обоснованного тарифа, но он необходим только для муниципальных предприятий. То есть это мера поддержки муниципального транспорта. На стоимость проезда для пассажира это никаким образом не влияет. Ну и хотелось бы всех успокоить, что в этом году стоимость проезда повышаться не будет. В гостях программы «Городские встречи» был Андрей Михно, начальник управления транспорта администрации Рязани. Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова